вот так вот начинается влог я собираюсь мы с максим сейчас поедем в центр нам нужно сходить будет по магазинам приятного аппетита теперь мы будем пробовать шашлык сейчас нам еще принесут десерт награда за еду десерт это лавандовый торт мне будет как это называется мусиканская помощь вчера а вот киван так классно так тепло гуляем все мы дома теперь снимаем распаковку у инуси есть любимый мультик называется танцующие фруктики и овощи еще мы ему бывает включаем где мышки бегают и вот рыбки но где рыбки ему больше нравятся он не понимает куда они уплывают вот так вот сидит играет и так тут ботинки макс и вот самое то интересное что я взяла в золотом яблоке и так первое что очень давно хотела это купить себе нормальную расческу взяла вот такую такая фирма made in italy стоило 1300 взяла за 1100 но мне правда она была нужна она не рвет волосы тут мягкие зубчики я ходила к трихологу она не сказала что не обязательно нужно брать нормальную расческу и еще вот такой шампунь тоже я как-то рассказывала что покупала себе от сушенок именно сохнет кожа головы очень не перхоть это шампунь мне тоже посоветовал трихолог чтобы убрать эти шелушинки тот я на зоне больше не заказываю кто смотрел влог тот наверное вспомнит я честно честно не помню как она называлась поэтому взяла себе вот такой попробовать взяла вот такой шампунь от капус понравился внешний вид написано что кератин не знаю попробую мой закончился взяла на пробу пока маленький и вот такой вот увлажняющий увлажняющего такую сыворотку и по мелочи тушь и гель на бровей чтобы вы понимали вот такой вот набор небольшой стоил три шестьсот и во втором пакете я взяла себе вот такой вот сухой шампунь давно хотел попробовать был по акции 400 по моему рублей рассказываю про расческу почему я решила ее поменять в общем видите сколько волос если я уйду в тень то там будет еще виднее я ее чистила с утра эта расческа рвет мне волосы если честно она у меня очень давно и я ее забрала у лизы с мамой до этого у меня была кайзеровская розовая она сломалась и вот эта расческа она очень обрывает мне волосы мне больно неприятно постоянно чищу я в шоке от того сколько у меня на ней волос решила исполнить такую маленькую давнюю мечту и купить себе нормальную расческу я не говорю что дорого знаете качественно может и 1300 для кого-то за расческу недорого но я решила что все пора девочка которая занималась моими волосами там ботокс кератин я к ней хожу не помню с какого года на процедуру уже не делать достаточно давно мы с ней очень хорошо общаемся она мне рекомендовала то ли эту фирму то ли нет она называется же жанек наверное я не знаю как правильно произносится в общем вот итальянская у меня это конечно подкупила возможно маркетинг берет свое как макс сказала на такого приятного девчачьего цвета был только такой их уже мало такая розовенькая тут тоже фирма не очень видно на камере но вживую достаточно очень хорошо читается в общем тут фирма вот очень волосы мягкие и не рвет ни одного волоска если бы сейчас расчесалась на той у меня бы она уже вся была волосах и решил поменять решетку потому что это решетка я уже говорил не говорил не помню она изначально моя мама и лизы она была просто дома я ее забрала потому что мне была нужная расческа я решила что все это то чем я пользуюсь на ежедневной основе и я не хочу экономить на себе на своих волосах конечно я довольна своими покупками новинками еще хочу рассказать про пасту вот такая очень мне нравится нас втором кому-то не подойдет кто-то наверное будет не в восторге от ее вкуса но мне она очень и очень нравится я даже не опишу это вот вообще не типичная паста не с травами не мятная я не знаю как вам описать втор этот эффект но она очень классная и отбеливает прям очень хорошо зубы я убрала фамилии не помню когда если честно нам ее хотел надолго и тут мы решили заказать потому что на озоне она подешевле там около 70 рублей дешевле пришло быстро за день ну за день за 2 где-то так вот получается три моих шампуня этот очищает кожу головы им один-два раза в неделю пользуешься сюда поставила скраб и остатки шампуня он мне понравился но когда мне кожа головы привыкает то начинаются как раз таки вот эти вот сушенки но неплохой ну и показываю теперь такой уход за волосами вот этот олен 12 в одном обещала вам рассказать если честно не знаю не вижу никакого эффекта 15 в одном мне нравился больше единственная вот аромат да вот эта термозащита неплохая осталось все тут немного хватает надолго купила как я уже сказал сейчас вот такую штучку буду пользоваться но капот я знаю что хорошим не его тоже рекомендовали поэтому взяла вот такое вот масло от олен очень надолго его хватает покупала давно посмотрите какой расход прям очень давно покупала наверное год с чем-то назад шампунь и расческа сегодня чуть-чуть попрохладнее но в любом случае солнышко греет ветра сильного нет я пойду сейчас на магазин а мне нужно купить конверт под подарок для денег мы сегодня на день рождения сейчас я прибралась поработала сегодня суббота хотела снять летсплей но у меня там кое-что не получилось поэтому я все раз вот вчера с максим тут шли было все сырое сегодня уже все высох более чисто класс люблю весну люблю лето люблю тепло нет все таки очень тепло мне максим еще напоминает каждый день что у меня скоро день рождения это здорово это классно но 24 24 иду и удивляюсь почему так много людей а сегодня же у нас суббота я совсем забыла на улице солнышко просто кайф сейчас буду делать себе салатик варю киноа сварится чуть-чуть его остужу порежу помидорку огурчик добавлю сыр конечно же свою любимую зелень и руку маслины и рыбку я загрузила постирать две шторки которые висела в ванной и новую когда постирается посмотрю повешу новую если нужно будет отпарить от парю чтобы она была прямо и 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 в Доброе утро, это мой завтрак, зеленый чай, вода, играю в Sims, смотрю видео и работаю, конечно же, параллельно. На самом деле, утро ранее, но я уже столько дел переделала, что решила себе позволить поиграть. Вот мой эксперимент, про который я говорила в блоге про уборку. Я хочу оттереть вот эти швы в плитке. Попробовала кислородным отбеливателем, не так сильно оттирается, как вот этим средством, поэтому эксперимент провела на одной полосе. Смотрим, какие тут. И какая светлая стала тут. Запоминаем до. Сделаю фотку, потом посмотрим, что будет после. Я, в общем, в процессе. Пока первую половину пошелку, потом мне нужно будет уйти из дома, я приду и сравню первую половину со второй половиной коридора. Сейчас все вместе с кислородным этим отбеливателем и из пятна, антипятна. Тут как раз плитка нарисована. Яникс за этим всем наблюдает. Я еще ковер пока другой постелила. Белый новый, ну как белый светлый брала, потому что сейчас светает. Отстирала его, положила пока темный. Не знаю, что получится. Еще на кухне нужно будет потом это все отмыть. Тоже плитку постараться. Не знаю, посмотрим. Я поработала. Сейчас выдвигаюсь, еду в магазин на улице. Вроде как все сухо, кайф, солнышко. Смотрю звезды в Африке. Еду в магазин, нужно купить курицу, буду делать влог. Запоминаем на кухне. Тут уже могу показать маленький результат. Я думаю, разница вообще на глаза. Смотрю курс, готовлю себе обед. Время полчетвертого. Я с девяти утра работаю, до сих пор в работе. Еще ничего не ела. На обед у меня будет салат. Вот такой вот это киноа. Зелень рукол моя любимая, авокадо, рыба. Возможно, какой-то овощ добавлю, огурчик, например. И чай с протеиновым тончиком попью. Решила усовершенствовать свой салат и завернуть его в лаваш с творожным сыром. Если вам надоели привычные гречки и рис, или вы совсем их не любите, то попробуйте добавить в свой рацион крупу киноа. Это очень вкусно. Ее можно есть холодно и смешивать с салатами. Я иду на маникюр. Наконец-то у меня 9 марта был месяц, как я хожу с маникюром. Потом Ирина улетела в Сочи и по определенным моментам не могла прилететь обратно домой. Поэтому иду. У меня лук, кожаные штаны и кожаная куртка. На деловом, значит, иду. Пришла к Ирине на ногти. Такой у меня интересный пучок, интересная прическа на голове. Чай, кофе, конфетки. Я хожу с маникюром, с чаечком. Жду машину и выезжаю на съемку. Сегодня я выступаю в качестве контент-мейкера. Мне нужно будет отснять фото-видеоматериал для одного шоурума. Он находится в двух городах. Это в Москве и в Екатеринбурге. Ещё я такая вся кожаная. У меня куртка кожаная. Брюки, лосины тоже кожаные. Но это не лосины. Да, это брюки такие тоже кожаные. Вчера себе купила джинсы с классной посадкой. У меня вообще проблема джинсы мне подобрать. Потому что мне нужно, чтобы в талии они были не широкими, узкими. А в бедрах более широкими. Потому что у меня бедра большие. Но по длине они мне казаться длинные. Поэтому, когда приеду домой, у меня до дня рождения три дня. Приеду домой, мама мне подождёт новый чёрный, новый синий на весну. С разных ракурсов буду снимать. У меня сейчас прибавилось работы. Сейчас тоже еду на съёмку. Как я уже сказала, до дня рождения три дня. Я его хочу отпраздновать семьёй. Потому что я не знаю, чем я старше становлюсь. Тем не хочется ближе быть к своим родным. У меня ещё у дедушки в один день со мной день рождения. Нас в семье называют два барана. Потому что мы оба овные, оба упертые. Вот. Очень уже жду. И мы решили отмечать в два дня. Об этом я расскажу в следующем влоге. Когда выйдет влог с моего дня рождения. И снова на этом же месте. Только уже я съездила. Провела съёмку. Зашла в золотое яблоко. И купила себе. Сейчас покажу, что. Вообще очень круто всё прошло. Я, наверное, даже не ожидала, что всё так круто пройдёт. Мне понравилась и наша атмосфера, и модели, наши шутки. Вообще было очень круто, очень здорово. Я довольна на все сто процентов. Осталось это ещё всё классно смонтировать. Обработать и отправить на одобрение. А ещё, пока я проводила съёмку, у меня подтвердился ещё один клиент. Она мне написала сегодня утром. Я ей рассказала про стоимость, про свои обязанности. И она мне написала, прямо пока я была на съёмке, что да, я хочу с вами работать. Я согласна. Мне так было очень приятно. Вот. Она пришла от меня, от другого клиента. Поэтому мне вдвойне приятно то, что сарафан на радио. И человек, который тебя порекомендовал, он, как она сказала, я пою тебе дифирамбы. Очень приятно, очень круто. Просто понимаю, что ты работаешь не зря. И, возможно, идёшь по своему какому-то предназначению. А ещё я понимаю, что я занимаюсь тем, к чему шла долго. И о чём, наверное, мечтала всё время, всю свою жизнь, со времён школы. Итак, что я купила? На самом деле, мало всего. Взяла вот такой вот бальзам к шампуню. Мне, кстати, шампунь очень понравился. Я говорила, что расскажу. Шампунь классный. И взяла просто тканевые масочки. Вот такие вот три штучки. Тут у меня МНДМ слежит. Всё, это все мои покупки. Больше я себя ничем не порадовала. Я хотела зайти куда-нибудь покушать, но решила, что поеду домой, потому что у меня полно работы на самом деле. И поняла, что хочется поскорее приехать в свой домик и сидеть работать. Мне хватило на сегодня общения с людьми вот этого интерактива. Не знаю, сколько километров и шагов сегодня находила, но такая была, знаете, тренировка, потому что съёмки — это не эстетичное, это всё-таки динамичное действие. Мы стыдились и прыгали, бегали. Короче, чё только не было, но мне понравилось. Вообще классно, кайфово. Ещё бы с удовольствием сходила на какие-нибудь съёмки в качестве фотографа, контент-мейкера. Покормила Янекса, он теперь довольный, сейчас придёт. Яня! Ещё у меня скоро день рождения. В этом году у меня какое-то особенное чувство. Прямо, знаете, такое трепетное. Я даже жду свой праздник. У меня весёлое настроение, я заряжена. Хотя обычно на самом деле не так, потому что всегда в день рождения я чувствую какой-то упадок сил. А сейчас, в этом году, как-то всё иначе. На самом деле, я не помню, когда было последний раз такое, когда у меня вот такие вот чувства и эмоции были внутри. Но это круто. На самом деле, март как раз-таки начался с того, что у меня вот эти вот переживания какие-то начались с ровного места, когда всё хорошо, всё нормально. Именно личностное, внутреннее. Мне очень хотелось в Москву. Я безумно соскучилась по своим ребятам, подружкам там, которые живут. Я знаю, что у меня там есть работа. И мне бы хотелось поскорее поехать в Москву, чтобы поработать там так же, встретиться с людьми. Ну, как бы и с подружками, и просто с людьми, с которыми работаю. Это очень круто, когда город, который ты любишь, тебя очень тепло принимает. У тебя там есть много друзей. Причём это те люди, в которых ты уверен, которые также любят и дорожат тобой. Любят тебя, дорожат тобой. Вот, это классно. Мне это очень греет душу. И в начале марта мне особенно захотелось туда, потому что, когда я училась в Останкино, 2021 год это был, мне исполнялось 22 года. Девчонки мне устроили, конечно, шикарный день рождения. Мы сначала были в караоке, пели песни. У нас было так много. Всякие старые, новые песни. Кушали, вкусные сыры там были. Я помню, заказала сырную тарелку. Безумно вкусные сыры. Вот, пили коктейльчики. Потом мы пошли в клуб Джипси. Я была первый раз там. И это вообще вот, ну, в моём понимании, как я думала раньше, что клубы, это какое-то место, где тусуются малолетки. Ну, вот знаете, что-то такое. А на самом деле вот этот клуб, это даже не клуб, это просто какое-то пространство, где все, ну, танцуют, все веселятся, все ухожены, прилично одеты, никто никому не пристаёт. Каждый там со своим коллективом, коллективом, своей компанией. В общем, очень круто. Мне так понравился именно Джипси. Ещё на моём день рождения выступал привет, по-моему, Макс Барских. Вот, очень крутой был день рождения. И мы до сих пор с девчонками его вспоминаем. И вот как раз-таки, когда я начала в это погружаться, в этот же день мне пишет подружка моя, Кристина, и говорит то, что Настюха, там и видосы отправляет, вот, Романенкова, если ты это смотришь. Поэтому, да, классно. Этот день рождения я очень хочу, как уже говорила, встретить дома с родными. Мы поедем в субботу, да, и ну, и с тобой, и с тобой моя зайка. Конечно же, с тобой. Смотрит покупочки, какие купила. Вот, дома с родителями съездить к бабушке. Мы решили, что бабушка предложила, давайте начнём отмечать 25-го, у меня день рождения и в дедушке 26-го. Начнём отмечать 25-го. В 0-0 у вас поздравим. Я такая, да, классно, давай. Чё, чихаешь? Боже здоров. Здоровья твоим лапкам, миленький. Круто. Своё день рождения я буду отмечать тоже с семьёй, с родителями. Вот, это здорово. Потом мы с Максом приедем дня через два. Нам ещё нужно делать, ну, кое-какие дела в Красноуфимске. Встретиться с человеком, который нам будет делать свадебный торт. Обсудить всё, попробовать все вот эти варианты, которые она нам предлагает. Встретиться ещё с одним человеком тоже по поводу этого мероприятия. И съездить туда, где будет наше мероприятие. Поэтому за два дня. Максим сказала, что где-то во вторник, в среду мы поедем уже обратно. Я так устала, хочется просто поиграть в Sims. Но и в то же время я очень рада, что столько работы. Я работала вчера, позавчера, с утра, где-то со 7.40, ну, вот с 9 я круглень, до ночи. И я просто в телефоне. И я разговариваю сегодня по телефону, что-то пытаюсь объяснить. У меня путаются слова, мысли, дни, часы. Вот. Я понимаю, что нужно как-то обозначить период своей работы. Ну, времени, да, график какой-то. Единственное, я по воскресеньям не работаю. Но это и то не на всех клиентов распространяется. Вот. Поэтому как-то нужно мне график свой чётко составить. Иначе я суйду с ума. Либо тоже научиться делегировать, нанять себе помощника. Такой сильный ветер. Сегодня у меня съёмка в моём любимом районе. Рома Тёмского. Сейчас я иду и жду Настю. Она, по-моему, вон уже там была, зашла. И нам вот в это большое здание, в студию. Надо мне, короче, воскориться. Это будет съёмка перед моим дрэм. У меня день рождения через два дня. Сегодня 24-е. Вот. Идём фоткаться. One moment. Как у нас насыпается. И нравится что-то там джи какое-то. Я не знаю, что здесь. Такое всё голубое. Вот сюда. Ладно. У меня потрёпанный торт. Погоревший немножко. Но он жил зато фотосессию. Да, они плохие сумки. Время полдесятого. Я только приехала домой. Да, и нуля. Вместе с Максом. Ну вот. У нас сейчас обед, ужин и завтрак в одном. Потому что мы ничего не ели сегодня весь день. Субтитры сделал DimaTorzok